Уважаемые коллеги, я рад вас всех приветствовать. Мы начинаем наш эфир. Наша лекция будет идти на двух языках, русском и английском. Я представлюсь, меня зовут Сорокин Олег. Я являюсь директором производственной компании BioQuant. Я являюсь разработчиком уникальной технологии, уникального прибора, который становится востребован со стороны специалистов в области традиционной медицины по всему миру. И мне помогает переводить мою лекцию Андрей Ковшик и свои регалии. И так, вступительной части к своей лекции я взял тезис, который говорит о том, что технология вариабельности ритма сердца является следующим шагом в развитии пульсовых диагностических технологий. В течение этой лекции я попытаюсь показать, каким образом этот академический метод может стать следующим шагом в развитии классической пальпаторной пульсовой диагностики. Я уверен, что большинство здесь присутствующих специалистов так или иначе ставило перед собой задачу объяснить с позиции западной медицины сложные понятия тибетской, юридической и китайской медицины. Я уверен, что большинство из вас думали, что переводить язык тибетской медицины, китайской медицины и айурведской медицины в северной языке медицины. Точно такой же задачей примерно 30 лет назад задалась группа советских ученых в составе Академии медицинских наук. Примерно 30 лет назад задалась группа студентов в сиберской бранте Русской Академии медицинских наук. Эти ученые в течение 30 лет работали и проводили аналитические эксперименты, пытаясь описать сложные понятия айурведы на языке физиологии. И на физиологическом языке им удалось описать самые базовые понятия, которые лежат в основе понимания конституциональных типов восточной медицины. Итогом работы этой группы ученых была монография, которую вы видите на этом слайде. Эта монография послужила источником вдохновления для многих отечественных ученых, которые работают в области осмысления с позиции физиологии сложных понятий айурведы, китайской медицины и тибетской медицины. Эта монография была основа для работа многих специалистов, которые пытались физиологически описать сложные понятия тайги и айурведской медицины. Мне удалось работать в той лаборатории, которая как раз занималась этими исследованиями. Я был очень счастлив, чтобы работать в этой лаборатории, которая занималась этим работой. Когда я заканчивал медицинский университет в 90-х годах, мне всегда было желание найти связь между физиологией и айурведой. И после окончания института и защиты кандидатской диссертации, я вплотную начал задаться вопросом создания технологий, которая позволила бы объективизировать методы функциональной диагностики, используемые в айурведе. И после окончания института, я начал разработать систему, который мог бы описать эти сложные айурведские термы и связанные с физиологическими термами. Вы все прекрасно знаете, что классическим методом оценки функционального состояния во многих традиционных системах является пульсовая диагностика. Вы знаете, что методом оценки функционального состояния во многих различных альтернативных медицинах является пульсовая диагностика. Сегодня мы не будем затрагивать все системы традиционных знаний, мы остановимся преимущественно на айурведе. Сегодня мы не будем говорить о всех этих системах, которые есть в мире, но мы будем затрагивать специальную медицину, которая называется айурведа. В айурведе существует несколько школ пульсовой диагностики, но все они так или иначе говорят, что оценить конституцию человека можно путем пальпации пульсовой волны на лучевой артерии. В айурведе существует несколько школ пульсовой диагностики, но все они так или иначе сводятся к тому, что оценить конституцию человека можно путем пальпации пульса на лучевой артерии. Есть много различных школ пульсовой диагностики в айурведе, но все они говорят, что для осуществления функционального состояния человека нужно делать пульсовую диагностики пульсовой артерии. И большинство из вас наверняка знают, что для оценки конституции необходимо прощупать толчок либо под указательным, либо под средним, либо под безымянным пальцем. И существует в разных школах либо три уровня пульса, либо семь уровней пульса. Каждый из этих уровней фактически свидетельствует, связан с определенными физиологическими процессами, происходящими в нашем организме. И каждый из них связан с определенными физиологическими процессами, которые происходят в нашем теле. Я специально проговариваю некоторые известные вам вопросы, чтобы потом сфокусироваться на том, каким образом современные электрофизиологические методики могут делать то же самое. Вы также знаете, что помимо уровней пульса существуют различные характеристики пульса, которые уточняют функциональное состояние человека. И эти характеристики уникальны для людей с разной конституцией. Но давайте посмотрим на то, что из себя представляет пульсовая волна с точки зрения классической академической физиологии. Уважаемые друзья, в течение лекции я проведу небольшой эксперимент, поэтому попрошу вас сейчас, прямо сейчас, измерьте, пожалуйста свой пульс. Затем я задам вам определенный вопрос, ответ на который вы напишете в общем чате. Итак, если вы посмотрите на внешние признаки пульсовой волны, вы обнаружите, что она не однородна. Вы увидите, что пульсовая волна, помимо верхушки, которая пальпируется подушечкой пальца рук, имеет и другие феномены. И если вы проследите связь между цифрами и описанием периода, вы обнаружите очень интересный феномен. В частности, вы сделаете вывод о том, что любой элемент пульсовой волны полностью определяется работой сердца. Значит, можно предположить о том, что пульсовая волна – это верхушка айсберга, которая доступна специалисту для оценки функционального состояния человека. Отталкиваясь от этой гипотезы и развивая ее, мы фактически и создали метод, который позволяет по ритму сердца оценивать функциональное состояние человека. Данный слайд является интегральным слайдом, на котором фактически расписана наша гипотеза. И она основывается на вполне классических физиологических идеях. В частности, давайте читать этот слайд снизу вверх. Итак, давайте читать этот слайд снизу вверх. Все знают, что пульсовая волна представляет из себя колебательный процесс, который возникает в результате прихода в точку пальпации объема крови. И этот колебательный контур, который распространяется только по крупным сосудам, формируется вторым сердцем в нашем организме, которое физиологи называют аортой. Этот колебательный контур формируется благодаря растяжению аорты. В свою очередь, растяжение аорты определяется той чистотой и тем объемом крови, который выбросит желудочек в этот сосуд. Но прежде чем желудочек и сердце совершит механическую работу, в нем происходят процессы возбуждения. И именно эти электромагнитные явления, которые происходят в сердце, определяют тот объем крови, ту силу и ту чистоту, с которой работает механический сердце. Эти электромагнитные явления являются более первичным причинным процессом по отношению к последующим механическим явлениям в сердце и в сосудах. Эти электромагнитные явления определяются уникальными клетками, которые физиологи называют клетки-письмейкеры. Эти электромагнитные явления являются чувствительными барометрами. Которые получают информацию от нервной эндокринной системы, от различных сигнальных молекул. И таким образом они знают все, что происходит в нашем организме. И они знают, какой объем крови, а если хотите праны или энергии, необходимо в текущий момент времени дать организму. И они знают exact amount of blood, or if you want prana, which is necessary at a certain amount of time in the body. И таким образом именно сердце является той подводной частью айсберга, которая определяя фенотип пульсовой волны позволяет специалисту через пальпацию этой пульсовой волны оценить функциональное состояние человека. So it is the bottom of the iceberg, the underwater part of the iceberg, which through determining the phenotype of the pulse wave shows the specialist the functional status of the person. И таким образом, если бы тысячелетия назад, когда формировалась теория и практика пульсовой диагностики, у специалистов была бы возможность оценить именно работу сердца, то я думаю, что они создали именно эту технологию. And if specialists thousands of years ago could know about these features of the heart, they would definitely create the system, which we have today. Но такая возможность сейчас существует у нас в связи с разновидением технического прогресса. И у нас есть возможность изучать одновременно не только функциональное состояние путем пальпации пульса, но и сопоставлять это с работой сердца. Многие из вас, кто имеет медицинское образование, знают, что процессы возбуждения в сердце происходят последовательно. На этом слайде показано, как последовательно возбуждаются различные участки сердца. И в этот момент чуть ниже вы видите, что сердце генерирует мощный электромагнитный импульс. Так вот, наш прибор фактически это одноканальный электрокардиограф. Который регистрирует процессы возбуждения, которые возникают благодаря работе этих клеток письмейкеров. Таким образом, ставя задачу найти методику, которая может объективизировать пальпаторную диагностику, то я пришел к выводу, что этой методикой может быть технология вариабельности ритма сердца. И в том числе, как и другие методы, чтобы регистрируют эти сигналы, я обнаружил, что сердце генерирует мощный метод – это лучший метод, чтобы описать эти электромагнитные импульсы, которые происходят в сердце. Благодаря этому стало возможным данную технологию сертифицировать и регистрировать во многих странах мира. Потому что в 1996 году в центральном журнале Американской кардиологической ассоциации была опубликована статья, которая фактически валидизировала эту методику. Таким образом, метод пульсовой диагностики, получив дальнейшее развитие в технологии вариабельности ритма сердца, стал доступен специалистам через страховую медицину. И на сегодняшний момент этот прибор зарегистрирован не только в Российской Федерации, но и в странах Азии, Европы и Северной Америки. А теперь давайте вернемся к тому вопросу, который я вам задал. Напишите, пожалуйста, в чате, какую частоту сердечных сокращений имеет ваше сердце. Но давайте обратим к вопросу, который я задал несколько минут назад. О вашей сердце в 1 минуте. Пожалуйста, вы можете написать ваши результаты в чате? Повтори, допустим, они пишут частоту сердечных сокращений в чате. Окей, 70, 72, 57, 70, 58, 60, 67, 66. Этого достаточно. Дело в том, что невозможно выразить одним числом этот параметр. Дело в том, что наше сердце не работает, как швейцарские часы. Если наше сердце начинает работать, как швейцарские часы, это крайне прогностически неблагоприятный признак. Это означает, что у человека есть риск в текущий момент времени развития какой-то сердечно-сосудистой катастрофы. Я специально попросил вас провести этот эксперимент, чтобы показать, что подушечками пальца нельзя уловить очень уникальный феномен, которым обладает наше сердце. Этот феномен называется вариабельность ритма сердца. Эта вариабельность ритма сердца происходит в течение миллисекунд. И, к сожалению, наш стереогнозис, наши подушечки пальца не имеют такой разрешительной способности. Поэтому частоту пульса всегда можно выразить определенным промежутком от минимального до максимального значения. Происходит это в результате того, что сердце работает по определенному циклическому характеру. И подобно тому, как у человека есть 24-часовой суточный ритм. В течение которого человек утром просыпается, идет на работу, совершает полезные для общества дела, возвращается домой, посвящает время семье, затем ложится спать, чтобы восстановиться. Также работает и сердце. Только суточный ритм сердца длится всего 800 миллисекунд. Но точно так же, как и человек, если в организме происходит неблагополучие, то сердце раньше встает и позже приходит домой. И это проявляется в изменении длительности сердечного цикла, который всегда в текущий момент времени уникален. На этом слайде вы видите скриншот программы аппаратно-программного комплекса VEDAPULS. И если вы внимательно посмотрите на длительность сердечного цикла, который измеряется расстоянием между зубцами R, то вы обнаружите, что длительность каждого сердечного цикла уникальна. Это и есть феномен, который называется вариабельность ритма сердца. Это невозможно определить подушечками пальцем. Для этого нужны технические пособия. Посмотрите, вот первый сердечный цикл, его длительность составляет 875 миллисекунд. У второго 848, у третьего 792, и так каждый последующий цикл, он уникален. Это говорит о том, что сердце знает, что происходит в нашем организме и дает столько крови или энергии нашему организму, сколько ему нужно в текущий момент существования. Это показывает нам, что сердце знает все, что происходит в нашем теле, и сердце дает столько крови или прана, если бы вы хотите. И зарегистрировать мы это можем по изменению длительности сердечного цикла с помощью электрокардиографической методики. Обратите внимание, что на нижнем графике показано изменение в течение времени длительности сердечного цикла. Физиологи называют это язык, на котором сердце разговаривает с нашим организмом. Мы называем это санскритом сердца. И мы называем это санскритом сердца. Возникает вопрос, как можно расшифровать этот колебательный процесс? Еще 120 лет назад один знаменитый математик придумал метод, который был назван по его имени, Фурье-анализ. Это метод анализа ритма сердца стал применяться где-то лет 30 назад. И физиологи, которые работают с этим методом, знают, что спектрограмма, которая получается в результате этого метода, отражает определенные тенденции в изменении функции организма. И физиологи, которые работают с этим методом, знают, что этот спектрограмм, который вы можете видеть на экране, это рефлексит определенные тенденции в изменении физиологических функций. Так, группа исследователей, на которую я ссылался, когда начинал свою лекцию и говорил, что в течение 30 лет они пытались объяснить с позиции физиологии сложные понятия юрведы, фактически дали толчок в понимании этой спектрограммы. И существует определенная связь между академической системой, психофизиологией и конституцией с позиции аюрведы. И есть связь между психофизиологией и конституцией аюрведы. Дело в том, что зеленый спектр, который вы видите на графике, если он начинает доминировать, то в организме человека возникают тенденции, которые фактически отражают доминирование капха-доши. И у человека возникает урежение частоты сердечных сокращений и брадикардия. У человека замедляются метаболические процессы. И появляются другие признаки, которые связаны с усилением доминирования капха-доши. Таким образом, через эту часть спектра, которая немножко сдвинута по частотному диапазону, в отличие от классических методов, мы можем оценить ту силу, с которой капха-доша управляет функциями нашего организма. Если мы возьмем красный диапазон, то его усиление в структуре спектрограммы связано с противоположными процессами. В частности, у таких людей повышается температура тела. У них усиливается скорость метаболических процессов. У них повышается величина артериального давления. И нужно перечислять еще ряд признаков, которые напрямую свидетельствуют о том, что через этот спектральный диапазон, фактически, этот спектральный диапазон связан с проявлением в нашем организме пита-доши. Их голубой диапазон связан с процессами, которые возникают при сильном напряжении и стрессе в нашем организме в результате вовлечения центральных нервных структур. And the blue range is connected with some stress in our body, which is happening due to the involvement of some central nervous structures. Таким образом, разбивка спектра на три части по определенным местам дало нам впервые в мире возможность получить количественную, косвенную оценку состояния баланса ДОЖ в организме. Thus, by dividing this spectra into three ranges, we were first in the world to get the evaluation, the quantitative evaluation of the presence of doshas in the body. Это очень важно для исследователей, которые работают в области Аюрведы, потому что субъективная оценка путем пальпации пульса и переноса их на научные исследования всегда грешит погрешностью. And this is extremely important for Ayurvedic specialists, who are trying to do some research, because the palpation diagnosis and the feelings that we get from palpation diagnosis, by putting them on the paper, we cannot objectively evaluate those feelings. Это не значит, что какой бы умный прибор не был, он может заменить специалиста или врача. But this doesn't mean that the device can substitute the professional. Это значит, что у специалиста, помимо его собственного опыта в изучении пульса пальпаторного, появляется объективный инструмент, который является его помощником, объективизирующим многие более тонкие процессы. И на этом слайде вы видите, что мы автоматизировали возможность количественного определения баланса Махадош на уровне бикрити у конкретного человека. And on this slide you can see that we have created a way to evaluate the state of Maha Dosh on the level of bикрити of a certain person. Расчет баланса ДОШ идет значительно более сложным методом. Помимо индексов спектрограммы мы еще используем различные индексы нелинейного анализа. И в конечном итоге математический алгоритм программы рассчитывает проявления вата ДОШа желтым столбцом, пита ДОШа красным столбцом и капха ДОШа синим столбцом. И как вы можете видеть в конкретном примере, мы видим, что у человека дуальная конституция капха-вата. Но пульсовая диагностика помимо оценки конституции человека позволяет еще и оценить функциональное состояние системы органов. В восточной медицине это называется пульс органов. Мы тоже научили наш прибор оценивать пульс органов. И на этой вкладке вы видите проекцию пульса органов на графике. Сначала я объясню этот слайд, потом объясню, как мы это измеряем. Обратите внимание, что этот график разделен на правую и левую часть. Правая часть, в свою очередь, разделена на поверхностный и глубокий. Что соответствует поверхностному и глубокому пульсу при оценке функции органов. Айурведическая схема пальпации пульса органов отличается от китайской схемы положением среднего пальца. И у исследователя, который работает в области Юрведы, появляется уникальная возможность сопоставить свои субъективные ощущения при пальпации пульса с объективным изучением, объективными данными, которые получаются при анализе нашего метода. В частности, на этом слайде вы можете видеть, что у человека есть напряжение со стороны меридиана желчного пузыря. Меридиана желудка и меридиана легкого. Те же самые явления вы сможете обнаружить путем пальпации пульсовых толчков в проекции этих органов. Вы спросите меня, откуда сердце может знать эту информацию и как мы получаем эту информацию. Давайте снова обратимся к спектрограмме, которая анализирует изменение длительности сердечного цикла. И этот график по оси Х содержит частоты в герцах. По оси ординат выраженность этой частоты. И каждая частота, которая отложена на шкале Х. Сейчас я скажу очень важную вещь, попрошу вашего внимания. И каждая частота на шкале Х shows you very important thing. Please pay attention right now. Коллеги, у нас какие-то проблемы с сервисом. Все нас слышат. Так вот, эта важная вещь заключается в следующем. Органы и системы в нашем организме работают с определенной частотой. Органы и системы в нашем теле работают с определенной частотой. И напряжение в определенном органе или функциональной системе формирует пик, который мы видим на спектрограмме. И вот мы сейчас видим два пика. На определенных частотах. Это означает, что в организме есть две функциональные системы, которые испытывают напряжение в связи с болезнью или каким-то процессом. Таким образом, сердце имеет так называемый частотный код. И этот частотный код в виде изменения силы сокращения она транслирует в изменение фенотипа пульсовой волны. И специалист, который пальпирует пульс, определяя пульсовые толчки, он способен считывать этот частотный код. Но это мы можем видеть и современными электрофизиологическими методиками. Таким образом, каждый орган в нашем организме, он формирует определенный тренд, определенный пик, который проявляется в работе сердца, в изменении работы ритма сердца. Таким образом, каждый орган, каждый систем в нашем организме имеет определенный тренд, определенный пик, который проявляется в изменении работы сердца, в изменении работы сердца. Мы знаем, на какой частоте работает какая функциональная система. Таким образом, мы можем количественно определить напряжение в той или иной функциональной системе. И это позволяет нам подойти к анализу через ритм сердца, к анализу функционирования того или иного органа. Когда мы создали этот алгоритм, мы были восхищены тем искусством, которое было создано тысячелетиями назад в области пульсовой диагностики. Откуда они могли знать об этом частотном коде, который есть в сердце и который передает в пульс? How could they know about this frequency code, which lies in the heart, and which is transmitted? Ну, мы идем дальше. Let's move on. Вы знаете, что в пульсовой диагностике большое внимание передается характеристикам пульса. И, в частности, выделяют такую характеристику, как гати, характер движения. И, в частности, есть определенный характер, который называется гати. Но точно такой же характер движения проявляется и в изменении ритма сердца. But the same character is expressed in changing of the work of the heart. В частности, благодаря анализу ритма сердца мы можем распознать пульс кобры, пульс лягушки, пульс лебедя. И, в частности, на этих трех графиках ритмограммы изменения длительности сердечного цикла вы можете видеть вышеназванные пульсы. На первом верхнем графике перед вами пульс, который можно обозначить как сарпагати, который характерен людям с вата-конституцией. На среднем графике вы видите так называемый пульс лягушки или мандукагати, который характерен людям с вата-конституцией. На нижнем графике вы можете видеть пульс, который характерен для людей с вата-конституцией. Таким образом, мы научились рассчитывать ряд характеристик пульса, которые в конечном итоге вплетаются в общую формулу расчета конституции или баланса махадош. Таким образом, мы научились рассчитывать ряд характеристик пульса, которые включены в общую формулу расчета баланса дош. К таким характеристикам также относятся баланса или сила пульса. Ритмичность пульса или тала. А также так называемая характеристика, которая переводится как температура пульса или тапомана. Которая фактически говорит о степени проявления метаболических процессов и отражает силу агни. Нужно сказать, что сейчас вместе с доктором Васант Ладом мы пишем совместную статью как раз по изучению характеристик пульса с помощью метода кардиоинтервала гравитета. Где мы подробно с приведением математических формул указываем, каким образом мы описываем эти характеристики. Безусловно, когда я разработал все эти математические формулы и как физиолог, как врач сопоставил их с аюрведической терминологией, стал вопрос валидизации методики. И такую валидизацию мы проводили здесь в России в главном вузе медицинском нашей страны, первом медицинском вузе имени профессора Сеченова. И эти данные я буду докладывать на Европейском конгрессе по аюрведе, который пройдет в сентябре у доктора Марка Розенберга. И в этом валидизирующем исследовании мы показали, что действительно наш алгоритм работает очень корректно в определении баланса Махадош. Но точно такое же исследование по валидизации, и пожалуй для меня это исследование было главнее, я провел с человеком, чьи книжки стали фактически библией при разработке пульсовой методики. И это было слепое исследование, когда доктор Васант Лат, который прекрасно владеет пульсовой диагностикой, изучал пульс в своих пациентах. Затем его ассистент и помощник делал замер с помощью нашего прибора. И высылал нам результаты электрокардиографии, которые мы вслепую анализировали, не зная, какой пациент перед нами. И после расшифровки этих данных мы сопоставили данные, которые получил доктор Васант Лат и которые расшифровали мы с помощью нашей методики. Точность совпадения была выше 85%. Причем мы сопоставляли не только конституцию человека на уровне баланса Махадош, но также сопоставляли и другие уровни пульса. На эту тему мы также сейчас готовим серию статей, где познакомим мировую общественность с этими данными. Наверняка многие из вас задаются вопросом, а как же мы измеряем состояние сабдош? Ведь это их состояние очень динамично и оно может изменяться при изменении определенных физиологических тенденций или процессов в организме. Вы знаете, что сабдоши классические, согласно юридической практике, оцениваются на третьем уровне пульса. Вы знаете, что сабдоши являются на третьем уровне пульса пульсового толчка? Специалист не должен определять. Если он определяет определенным участком подушечка пальца этот пульсовой толчок, то это свидетельствует о том, что определенная сабдоша вышла из равновесия. На данном графике вы видите анализ баланса сабдош, который проведен нашим методом. И если вы сопоставите данные пульсового анализа с нашими данными, то вы обнаружите, что есть очень высокая корреляция между этими методами измерения. В частности, мы видим, что у данного пациента вышли из равновесия Аваламбака Капха и Садхака Питта. Вы спросите, откуда мы это знаем? И я снова возвращаюсь к спектрограмме. И я снова возвращаюсь к частотному коду, который проявлен в ритме сердца. И мы снова возвращаемся к фриквенциативному коду, который проявлен в ритме сердца. Дело в том, что сабдошу с точки зрения физиологии можно сравнить с определенной функциональной системой. Кстати, что касается сабдош, то уже в июле я подготовил для вас уникальную лекцию, которая сопоставит на современном уровне с позиции современной физиологии эквиваленты понятиям сабдоши. И, кстати, в июле мы начнем с лекцией, которая расскажет о сабдошах с физиологической точки зрения. Где я подробно остановлюсь на каждой сабдоше с точки зрения того, как ее можно трактовать с позиции западной медицины. Так вот, возвращаясь к частотному коду, мы скажем, что возьму классический пример, например, самановата. Вы знаете, что самановата фактически с физиологической точки зрения связана с нервными процессами регуляции, которые происходят на уровне тонкого кишечника. И эта функциональная система также при ее напряжении проявляется определенным пиком на определенной частоте. Таким образом, зная, с какой частотой связана каждая сабдоша, мы могли количественно по измерению этих пиков понять степень вовлечения их в регуляцию физиологической функции. Но физиологические процессы очень динамичны. И если вы методом пальпаторной диагностики будете оценивать сабдоши утром, днем или вечером, вы можете определить динамику в их изменении. Определить динамику. Но эта динамика связана так называемым колебанием уровня энергетики в организме. Эта динамика прекрасно описана, например, в традиционной китайской медицине в виде так называемой биоритмики меридианов. Поэтому для того, чтобы понять тренды в изменении сабдоши у конкретного человека, важно наблюдать его в течение какого-то периода времени. Понимая эту задачу, для специалистов мы разработали специальный так называемый домашний девайс, который можно дать пациенту. Этот домашний девайс позволяет пациенту на удалении, когда он находится в другом городе или в другой стране, снимать данные и присылать вам для оценки динамики. И еще раз повторю о том, что оценка сабдоши с помощью нашей методики требует оценки их в течение определенного промежутка времени и в динамике. Только тогда можно увидеть тот тренд, который формируется в виде мозаики и взаимодействий. И этот тренд очень высоко воспроизводим. Те же самые принципы, о которых я говорил, анализируя пульс органов или сабдоши лежат и в основе определения метаболизма в тканях. Если происходит определенное напряжение метаболизма в той или иной ткани с позиции аюрведы, это напряжение проявляется изменением нелинейных математических характеристик функции ритма сердца. Если есть изменение метаболизма в тканях, то это напряжение в нелинейных методах анализа ритма сердца. Таким образом мы можем косвенно, естественно, не прямо, а косвенно оценить уровень метаболизма или уровень агни в семи аюрведических тканях. И таким же образом мы можем определить баланс пяти первоэлементов, которые существуют в теле и формируют конституцию человека. В частности, на этом слайде вы видите гистограмму, которая отражает проявление элемента эфира, воздуха, огня, воды и земли. Кстати, это очень важная вкладка, которая позволяет специалисту при дисбалансе одной из дож понять, за счет какого элемента произошел этот дисбаланс. Это позволяет более точно подойти к выбору лекарственных растений за счет влияния именно на этот элемент. В конечном итоге все данные, которые связаны с пульсом органов, с субдошами, с агнитхату, с панча-махабхуд проявляются в вкладке, которая называется атлас. И как результат, мы получаем информацию в табе, который называется атлас. И вся информация, которая идет из в табах агнитхату, панча-махабхуда, субдоша и пульс органов, идет в этот таб. Где выявляются самые слабые системы с точки зрения их функционирования и эта информация для специалистов, чтобы они, обращаясь к ней, могли рекомендовать определенные реабилитационные мероприятия. Мы пошли дальше и попытались понять, связан ли ритм сердца с физическими полями человека. И мы обнаружили, что физические поля тесно связаны с так называемым параметром регионального кровотока. Вы знаете, что если взять метод тепловидения, то орган, который сильно кровоснабжается, обладает повышенной температурой. И если вы возьмете термал-визионный устройство, то вы увидите, что органы, которые имеют excessивый血流, они являются в высокой температуре. Мы проводили исследования по сопоставлению данных с термовидением и анализом ритма сердца. И таким образом разработали определенную модель физических полей, которые напрямую связаны с изменением кровотока в той или иной зоне тела. Мы сделали исследование, где мы сравнили результаты термал-визионный результат и анализом ритма сердца. И создали математическую модель, которая показывает особенность регионального кровотока и формирование физических полей свечения. And we formed a certain tendency of correlation of regional blood flow and physiological bioenergy fields. Еще одно из наших направлений деятельности связано с изучением ритма сердца в аспекте музыки, которая воспроизводит сердце. And also one of other methods of research which we are using is analyzing the music of the heart or the music which our heart produces. В частности, нам удалось аппроксимировать математический ряд в музыкальный нот. И получается так, что сердце каждого из ваших пациентов поет свою собственную музыку. And thus by analyzing the work of the heart, we determined a certain music which can be played. And this certain music is unique for every patient. And if you'll start to determine the music of the heart of your patients, you'll find out that the patients which have certain problems, their heart is singing very sad songs. Помимо мощного функционального блока оценки состояния, мы задались вопросом, можно ли сформировать рекомендации, которые бы позволили специалистам сформировать реабилитационную программу. And besides the powerful diagnostic module, we came up with the question, if we can detect which herbs can be prescribed to a certain person with a certain constitution. Вы знаете, что любое лекарственное растение с позиции Ирведы можно разложить по определенным характеристикам, которые определяют конституцию этого лекарственного растения. И создавая математическую формулу лекарственного растения на основании описания таких характеристик, как раса, гуна, вирия и левипак, мы разработали модуль фитотерапии. И в частности, этот модуль позволяет после оценки конституции человека определиться с теми лекарственными растениями, которые максимально подходят с позиции дравья гуни этому человеку. And after evaluating the constitution of the patients, this module allows to prescribe certain herbs or aromatic oils or certain products, which are, from the point of view of дравья гуна, which are common, which are needed to a certain particular person. На таких же принципах мы разработали модуль ароматерапии и модуль диетотерапии. Не так давно мы запустили еще один модуль, который работает на принципах китайской рефлексотерапии. В частности, после обследования человека можно сформировать акупунктурный рецепт, который позволит осуществить определенное пособие для этого человека. В настоящее время мы работаем над разработкой модулей мармотерапии, который также позволит сформировать рецепт для реабилитации конкретного человека. И одним из наших последних модулей – это модуль физиотерапии, в основе которого также лежит определение аюрведической конституции, функционального состояния и формирование персонифицированного рецепта для воздействия физиофакторами. И методы, которые можно оказывать воздействие – это магнит, поляризованный свет, лазер и КВЧ. И в заключение своей лекции мне бы хотелось выразить благодарность человеку, который благословил меня на то, что я сейчас делаю для вас. В частности, как сказал уважаемый мной доктор Васантлад, Олег, твоя задача – привнести академическую науку в аюрведу и развивать это направление дальше. И как мне сказал доктор Васантлад, Олег, тебе нужно привнести академическую науку в аюрведу. Но я понимаю, что развитие этого метода возможно только если у этого метода есть единомышленники, которые будут помогать ему развиваться. Поэтому мы заинтересованы в комплексировании с исследователями, которые работают в области аюрведы, которые вместе с нами могут создать будущее для этой технологии. Вот почему, коллеги, я приглашаю вас к взаимодействию в наши ряды. Я благодарю вас за внимание и теперь готов ответить на ваши вопросы, которые вы написали во вкладке «Вопросы». Спасибо большое за внимание и теперь готовы ответить на ваши вопросы, которые вы написали во вкладке «Вопросы». Переводи мне. Почему пять минут требуются червей? Почему не три минуты или меньше? Так, ты верхний перегустил. А это же аматык? Да, это ответ. Первый перегустил. Первый перегустил. Дело в том, что для валидного расчета индексов математических, которые лежат в основе последующей аппроксимации, нам необходимо получить определенное количество кардиоциклов. The thing is that to make the readings valid, we need to obtain a certain amount of frequencies in order to make the approximation. По большинству академических статей это количественно лимитировано не менее 300 кардиоциклов. И только на основании анализа не менее чем 300 кардиоциклов можно рассчитать точно эти индексы. And only by evaluating 300, not less than 300, кардиоциклов, we can calculate the necessary indices. Поэтому пять минут это на самом деле средний промежуток времени, который достаточен для большинства людей. That is why five minutes is the amount of hard cycles, which is normal for most of the people. So, the second question. I have a question. Why is BetaPulse allowing people to insert and delete artifacts? Usually HRV devices does not allow manual editing. Дело в том, что на сегодняшний момент мы максимально автоматизировали алгоритм определения РЗЦ. Today we tuned out the determining of the R wave to the maximum level. Но инженерное решение, которое мы используем, оно регистрирует электрокардиограмму всего в одном стандартном отведении. С одной стороны, это упрощает работу с пациентом, поскольку нужны только его запястья. Но с другой стороны, она делает наше решение более чувствительным к внешним электромагнитным флактуациям. А также к механическим движениям пациента. Поэтому мы оставили возможность ручной фильтрации артефактов. That is why we allowed specialists to manually edit artifacts. Но не так давно у нас вышел бесплатный апгрейд, где мы ввели новые математические алгоритмы расчета РЗЦ. И теперь программа сама способна с этим артефактом бороться. Но не так давно мы с вами разработали free оптимизировать our software, который позволяет нам наше предположение эти математические амптические амптики, и мы сниминивали, что мы уже улучшили, и мы улучшили, что улучшили, что улучшили, и теперь мы увеличили артефакты, и теперь мы увеличили артефакты, и теперь мы увеличили. greatly reduced. So, moving on to the next one. Can it be fully automated instead of any manual intervention? Well, we've actually answered this question already. So, the next one by William Croft. I understand your derivation of VPK from HRV bands, VLF, LF, HF, but how are you getting sub-doshas from the HRV? Well, actually, the answer was during our lecture. Now, I'm working on a book and on the article, which will soon be published to the wide audience. And all those questions will be described there, and you will get the answers. So, moving on to the next one. What to do when a person has rhythm disturbances and takes a medicine for it? Yes. So, what happens if a person has rhythm in the heart of the heart of the heart of the heart of the heart? Our observations tell that our device is extremely, extremely effective when the heart is working. When the heart is working in a sinus rhythm. It's possible if a person has one extra systole. It's possible if a person has one extra systole. Single extra systole are allowed, are also allowed, and they can be manually excluded from the ECG. Pretty. Но есть два состояния, когда наш метод нельзя использовать. But there are two states when our method cannot be used. Это постоянная форма мерцательной аритмии. This is the form of blinking arrhythmia. И это так называемое сердце киборга. And the second one is the so-called heart of the cyborg. Когда вместо физиологического ритма ритм сердца задается электронной схемой. When instead of the physiological rhythm, the rhythm is guided by the electric impulses from the micro-scheme. В этом случае как бы бессмысленно анализировать этот ритм. Да, и в этом случае это не полезно анализировать этот ритм сердце. Таким образом, мы переходим к следующему. А, и с тем, что принимать медицину. У нас есть наблюдения наших специалистов, которые показывают, что прием, например, бета-блокаторов вызывает искусственный рост уровня капха-доши. Поэтому одно из условий обследования нашим методом является его использование вне приема фармакологических лекарств, если это можно сделать без ущербного здоровья человека. И если это возможно, то лучше проводить проверку, когда человек не принимает медицину. Конечно, это возможно. Таким образом, мы переходим к следующему. Что вы имеете в виду суперфицирующего уровня на право и на право? Это право или право? В классической пальпаторной пульсовой диагностике при определении пульса органов есть такое понятие, как поверхностная пальпация, то есть незначительная и глубокая. В классической пальпация диагностике при определении пульса органов есть какие-то подходы для определения пульса. Вы можете определить пульсовую пульс или глубокую пульс. Это означает, что мы либо незначительно давим, либо глубоко давим. Это означает, что мы либо не значительно давим, либо глубоко давим. Мы сохранили эти аутентичные позначения, чтобы людям, кто занимается пульсовой диагностикой, было так. И мы оставили эти аутентичные термы, чтобы сделать это комфортно для людей, кто знает пульсовую диагностику. Для людей, кто знает пульсовую диагностику, было так, чтобы комфортно использовать арт-систем. Это возможно только благодаря математическому анализу ритма сердца и нелинейным методам. Это лишь благодаря математической анализе и нелинейным методам. И нелинейным методам. Не линейным методам. И нет, что спектр разбирается особой образом, и он имеет отражение в пульсе правой и левой страницы. And the spectre is divided in certain parts, which reflect on the right hand and on the left hand. So, the next question is, while in traditional method we check pulse on radial artery, how is that put electrodes on ulnar side? Well, let me tell you that we do not register the pulse push. By placing electrodes on our wrists, we do not register the pulse push. We are registering the electromagnetic signals from our heart. So, the next one. Spectrum has been taken on the ECG signal or RR interval data. Main data is taken from non-linear analysis of RR intervals. So, the next question is, how reproducible is it for the slide before meridians? Yes. How reproducible is it for us? 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 Well, I already answered on my question. We have a lot of research on our university. and a part of the papers I will be talking about in the European Congress. Also, we have conducted research with the current specialist in Europe, in the Western America and in India, about the composition of the results of RR. They show more than a number of 80% of the output. Yes, well, we were talking about this during the lecture, that we made a lot of live researches, And we received more than 85% of accuracy of our readings, and I will also be talking about this on the European Congress. And we also made a lot of researches with the leading specialists in pulse diagnosis in different parts of the world. The next question is, are the frequencies of every organ stated on the software? Can the researcher evaluate the stressed organs from the graph with the frequency on the x-axis? Well, there is a question. Are all the frequencies of every organ stated in the program? And is it possible to study the organ of the pressure on the graph, where are the frequencies on the CX? The part of those algorithms are the commercial secret, and we are keeping it as a know-how for some time. But you can use the tab pulse of the organs to compare it manually with the spectrograph. The next question is, what if the heart itself is diseased, suppose a flora or any wall valve of the heart? Well, what if there is disease of the heart itself, such as prolapse or the wall valve of the heart? As you know, by palpation diagnosis, the pulse of the heart can be determined. And the heart is not an exception as any other part of our body. In particular, when the heart has certain problems, there is changing in certain frequencies, which show you that the problem is out there. But during certain infectious diseases, for example, myocarditis and the defects of valves, the pulse wave changes greatly, and you can determine this by palpation diagnosis. So, the next one would be great to see a pre-print of your paper with meth. We will share all the knowledge that we have with you. Just wait for it, wait for it to come out. So, the next one is Vata Prakriti will have Vata Pulse dominated, and how the machine distinguishes disease Vata body? Now, according to the school of Dr. Basant Lat, we can determine six levels of pulse out of seven. And, as you know, level seven allows you to determine the property. And currently, we do have some mathematical algorithms which are able to determine the property of the patient, but they are not included in the software because they need real evaluation and validation. That is why we always tell all specialists and doctors we are sincere with them, and we tell them that our device only detects six levels of pulse out of seven. And evaluates the balance of Maha dosha on the level we create. Can the system be used in small children? Has it been studied? When I created this system, the first patients that I tested were my family, my children and my wife. And I started to assess my children from the age two or three. But currently, there are normal corridors which are included in the software which are telling that the person, the assessed person should not be younger than 16 years. Sorry, 14 years old. But it doesn't mean that we cannot assess children younger than 14 years old. There are certain tendencies that we are teaching to the pediatricians and the main feature of it is changing of the state. So, moving on to the next one. How much individual varies have you found? Do you normalize the individual measurements first? Or does the spectrogram reflect the individual measurement values? There are populational norms of cardiointervalogram indices. And these norms are known to the scientific society. And these are the normative corridors which we referred to. What are the system requirements for the SW? Sorry, I do not know what is SW. Are there multi-user licenses? SW software, I guess software. Is there a limit to the number of clients that can be analyzed at a time? Any limit to the amount of data collected stored? Our system has no limits. You can assess any amount of patients as you need. And system requirements can be... Yeah, it's... Our system is working under Windows operation system. And all the system requirements are on our website in the support section. Also, we are working under the Mac version. And hopefully, it will come out in a year. Do you have a training on using the Vedapals for practitioners? We are constantly doing the travel seminars throughout the world. And we are teaching how to use Vedapals. And we are also teaching palpation diagnosis and teaching how to use the device. Because it is necessary for a person to learn those two systems of analysis. And the nearest seminars will be in the Netherlands. And you can check them out on our website. So, the next one. I practice... I practice... I practice panchagavya therapy. IE 5 things obtained from an Indian origin cow. So, there are different medicines made of panchagavya with herbs for different diseases and organs. Can you add that module in Vedapals? We are working with the manufacturers of supplements. Not long ago, there were modules of our partners from Holland and United States added to the system. And, of course, we can add your module of your supplements. But this requires separate discussion. So, moving on to the next one. Also, why are there artifacts when the notebook is connected to power when measuring HRV? You see that when doing a standard ECG, it is done in the closed room which is isolated from any electromagnetic interference. Most of our users are working in regular conditions. And they are plugging their PC into the community electromagnetic network. And any electromagnetic fluctuations and interference which is happening in the network will reflect on the ECG. So, that is why sometimes it is necessary to switch off the power cord or manually edit the ECG. So, moving on to the next one. Would you consider using more relevant markers for client education such as real meaning numbers H25 or 45 instead of 0.4 or 0.8 on scale? Another example, chronological age 65, biological or cardiovascular age 50. Sorry. Actually, we do not understand what you mean. If you could possibly send your question to our email in more detail than we could answer. Yeah. So, the next question is about the Windows or iOS. So, we've already answered it. So, the next one. Any word on when the acupuncture laser pen will be available in the US? Actually, you can purchase it for your own use. But for using it as a therapy device in your practice. It requires certain FDA registration. And due to the fact that it is a laser device, this registration is too tough for now. And the thing is you can use any laser acupuncture device which is available on the US market. Or any other physiotherapy devices. Dear colleagues, we thank you for your patience. Sorry for any mistakes that were made during this lecture. And I hope that you got interested in our system. And this will be the step to our future partnership. Thank you very much for your attention. And I'm waiting you at our lecture and at our seminar about sub-doshas in July. Goodbye everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.